Всем привет! Раннее воскресное утро. На улице ни души. И только я иду в темноте. Как вы можете видеть, в городе снега совсем нет. Ни грамма. Смотрите, как светятся краны. Далеко. Всем привет! 26 ноября. Раннее утро. Мы в лесу. У нас холодно, морозно. В городе градусов 7-9. Здесь, наверное, еще холоднее. Солнце еще не вставало. Но вороны уже проснулись. Смотрите. Как опасно зимой ходить. Вот сейчас снегом припорошить. Здесь глубина полметра. Если без лыж пойдешь, как некоторые без лыж ходят, и все, провалишься. Выше, чем по колено. Пока еще не совсем светло. Я сильно снимать не буду. Дождусь, будет светло. Ну, раз светет, тогда уже буду снимать. Сейчас пока так буду ходить. Солнце встает. Там видно. Мышка. Ничего, она сколько километров-то бежала. Ну, в общем, обстановка какая. Вот. Снегу почти нет в лесу. Ну, есть так чуть-чуть. Сверху припорошено. Сантиметров 5 глубиной, не больше. Ходить можно. Мышиные следы. И вот следы. Лисичкиные. Я иду по лисичным следам. О, тут опять мышь есть. Мышка отсюда, туда. Здесь следы. По полю иду. Я рассматриваю следы. Следы. Хочу наперерез. Вон туда. Вот туда хочу, в тот лес. Срезаю по полю. Слышно травка где-то впереди. Сейчас надо найти место под постер. Сидеть хорошо, удобно было. Потому что пора завтракать. Ищем стойбище. Где много елок. Все, выучил пожечь. Хочется кушать. А это вот так вот капало с елок. И снежок подтаивал. Такими вот точками. Я иду через лес. Но вот по такой дороге. Даже в такую ненастную пору. Когда целыми днями темно. Нет никаких красок особо. Вот только немножко тебе зелененького. И то хорошо ходить. Кстати, это мы говорим зелененькое. Наш язык, он богат для описания того, что мы видим. А есть народы, которые вообще не отличаются. Зеленое, синее. Японии до конца Второй мировой войны вообще не было даже слова такого. Там зеленый, синий не было одно слово. И фитофор у них делают. До сих пор еще синим. Вот. А есть народы. Там Новая Звинея, по-моему. Или. Где у них просто есть только темный и светлый. Два слова. Целые трактаты пишут на тему. Например, понимали ли древние греки голубой. У них все обозначалось зеленым, например. А, кстати, вот на Руси тоже, смотрите. Там налей мне чашу зелена вина. Вино зеленым. Считали. Отсюда, наверное, и зелье. Вот. А, кстати, вот зеленый и желтый. Зе, Же, Ге, Гельб. Да? Один корень-то. По-немецки Гельб. Там по-латински тоже как-то было. Ну, там не помню, в общем, как. Вот. А, например, во вьетнамском, там у них, вьетнамском, например, без разницы. Там оранжевый, желтый, красный. У них тоже одно слово, по-моему, для обозначения всего этого. Они, конечно, все цвета отличают. Просто им это не важно. Вот. А индейские племена в Орегоне, они все, что травяное, трава, там семена, хоть она зеленая, хоть она уже сухая, вот такая же. Они все одним словом тоже называли. Вот такая вот интересная экономерность. Хотя все они, естественно, цвета отличали, различали. Вот, какие-то, какие-то народы, голубой, синий, не различают отдельными словами, там, вот, как у них просто блау, там, хель блау, дун кель блау. Либо черный и синим одним словом называют. Я все шла посмотреть, что это такое. Какая-то тряпка, я думала, птица, что ли, спит. Вот. У прибалтийских народов у них синий, черный одним словом одинаково. У кого-то это синий, у кого-то это черный. Вот, кто знает прибалтийские языки, они согласятся со мной. Вот. А мы пришли на полянку, на такую вот. Так вот, за разговорами-то, смотрите, какие замечательные рядовки. Не какие-то там мокрые, противные, а вот вообще идеальные. По-нашему это курочки. Вот так рядовки. Очень хорошие. Нерасплющенные никакие, это там морозом. Здесь вот снега и нет вообще в лесу. Какие-то мелкие грибы. Надо их добраться. Ну, они несъедобные явно. Просто. Ой, так это навозники. Застывшие. Мы их не берем, не едим. Ну, мы их не берем, не берем. ...